Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Говорят, самые красивые дети рождаются от большой любви. И похоже, это правда. Вы только посмотрите на эту малышку. Её зовут Бейли. Правда, очаровательно. Как маленькая мисс Мира. Папа Бейли – вьетнамец, а мама – афроамериканка. Как ни странно, познакомились они в Париже. Папа Бейли там учился, а мама приехала посмотреть культурную столицу мира. Чувства между ними вспыхнули мгновенно. Позже мама Бейли признается, что уже в первую секунду их знакомства она поняла. Да, вот этот мужчина – это судьба. Похожие чувства испытал и папа Бейли. Но он понимал, чтобы остаться вместе, им придётся преодолеть немало препятствий. И всё же их сказка будет счастливой, в этом влюблённые не сомневались. Папа Бейли понимал, чтобы в будущем его семья ни в чём не нуждалась, он должен закончить обучение. А мама Бейли после каникул в Париже вынуждена была вернуться домой на родину. Влюблённые договорились, что встретятся через год снова в Париже. Эти 365 дней были самыми сложными в их жизни. Будущие родители Бейли каждый день переписывались и общались в сети. Но они безумно скучали друг по другу и по их вечерним прогулкам на берегу Сены. После окончания учёбы папа Бейли сразу же начал искать работу. И, к счастью, довольно быстро он получил место в весьма престижной компании. Первую зарплату он потратил на аренду жилья. Район был не богатым, а квартирка маленькой. Но всё, мужчина был счастлив, что теперь ему есть куда привезти невесту. Да в том, что как только его любимая вернётся во Францию, он сделает ей предложение. Мужчина не сомневался. В день приезда невесты он купил огромный букет жёлтых тюльпанов. Ну и что, что для многих жёлтые цветы – это символ разлуки. Для их пары они стали символом встречи. Больше всего на свете папе Бейли хотелось, чтобы его будущая жена запомнила момент предложения на всю жизнь. Но делать его на Эйфелевой башне в окружении туристов с их фотоаппаратами совсем не хотелось. Поэтому папа Бейли заплатил уличному музыканту, чтобы тот сыграл их любимую мелодию. Заказал столик в уютном ресторане с вьетнамской кухней. И заказал гравировку на кольце, строчку из любимого стихотворения. Вечер был просто волшебным, и конечно же мама Бейли ответила «да». Свадьбу сыграли в сентябре, и в букет невеста добавила всё те же жёлтые розы. Спустя два года после свадьбы у пары родилась девочка. Малышка Бейли. Родителям было очень интересно, как же их дочь будет выглядеть. Ведь всё-таки дети вьетнамцев и афроамериканцев – это редкость. С первых дней жизни малышка Бейли покорила окружающих своей красотой. Она будто бы выиграла в генетическую лотерею и унаследовала прекрасные глаза папы и чудесные волосы мамы. Друзья семьи уже пророчат девочке карьеру модели или актрисы. Сейчас Бейли два года, и становится понятно, что она растёт удивительной красавицей. Желая поделиться фотографиями своей девочки, родители Бейли создали для неё аккаунт в Инстаграме. За несколько дней на него подписались множество людей. Каждый день они радуются новым фотографиям Бейли и оставляют малышке и её родителям множество приятных комментариев. «Какая красавица! Первый раз вижу ребёнка, в котором течёт и вьетнамская, и афроамериканская кровь. Очаровательный ребёнок, я готова смотреть на неё целыми днями. Я уже вижу эту малышку в главной роли в каком-то добром детском фильме. Похоже, мы нашли идеальную девочку на роль Матильды в ремейке. Красавица, такая же прелестная, как её родители, я в восхищении. Идеальная малышка, очень милая, родителям повезло, это не ребёнок, а настоящее чудо. Такая милая, наша красавица», пишут фолловеры в сети. Чтобы разнообразить контент, родители девочки фотографируют её в образах различных сказочных героев. Сейчас у малышки уже более 100 тысяч фолловеров в Инстаграме. Она обгоняет по количеству подписчиков даже многих детей звёзд. И как уверены родители, это далеко не предел. Малышку Бейли ждёт успешное и красивое будущее. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.